Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Семь Семян. Я Лариса Зарубина. Сегодня у нас ролик ответа на ваши вопросы. Вопрос номер один. Здравствуйте, Лариса! После зимовки в подвале у крупнолистной гортензии высохли кончики на ветках. Наверное, замерзли в цветочной почке. Можно ли ее обрезать или реанимировать? Если у вас гортензия крупнолистная, не ремонтантная, однократного цветения, то есть та, которая цветет на побегах прошлого года, то обрезать их, конечно, нельзя. Цветочные почки закладываются в двух верхних почках. Вот если вы их обрежете, цветение не случится. Но! Если у вас гортензия ремонтантная, то она зацветет у вас на побегах текущего года. И обрезать ее можно. Следующий вопрос. Здравствуйте! А дыни и арбузы можно ли вырастить в теплице? Ну, конечно же, можно. Если у вас теплица, размер теплицы позволяет. Если, например, у вас несколько теплиц, конечно, овощи, выращенные в теплице, всегда вызревают, всегда имеют отменный вкус, но и они, скажем так, менее подвержены осадкам и атмосферным явлениям, которые у нас получают овощи в открытом грунте. Поэтому овощи в теплице всегда получаются. Так, третий вопрос. Когда будем сеять баклажаны на рассаду? Средние полоса баклажаны высевает, как правило, в конце февраля, в начале марта, прямо-таки в первой декаде. Но если у вас высаживаете вы более ранние периоды, то есть не 1 июня, а где-то в конце мая, то баклажаны, конечно, сеем мы уже фактически сразу после 23 февраля. Вообще возраст взрослой готовой рассады это 65-75 дней. Обратным отсчетом мы с вами можем определить дату посева семян. Вы же знаете, когда вы высаживаете баклажан? Вот от этой даты, обратным отсчетом откручиваем числа и плюс 10 дней на всходы. Вот получится вам точная дата посева баклажан. Здравствуйте, Лариза! Скажите, пожалуйста, где купить катальпу? Посмотрела ваш ролик и очень мне захотелось. Катальпу это, в общем-то, достаточно уникальное дерево, но я его часто встречаю в питомниках, особенно вот таких вот крупных, больших питомниках. Вы можете его увидеть. В частных коллекциях тоже можно найти катальпу. Я свою катальпу приобрела у Петра Петровича Данилека, человек, который у нас занимается виноградом. У него достаточно большая коллекция, в том числе и катальпа. Если нужно, то ссылку на него в комментариях я вам дам. Так, дальше. Пятый вопрос. Сначала мы обрабатываем САД 30+, или профилактином. Не поняла. Дело в том, что профилактин бывает тоже разный, друзья. И у него свойства, у профилактина, приблизительно такое же, как у 30+. Если профилактин био, то у него в нем то же самое вазелиновое масло. Поэтому выбираем или 30+, или профилактин био. Есть еще профилактин, который химический. То есть в составе своей содержатся химические вещества. Тут называется просто профилактин. Действие у них одно и то же. Убить вредителей, которые зимуют в коре, на ветках, в ранний весенний период. Поэтому если вы выбираете, чем обработать, здесь уже решайте сами. Я была дала, конечно, предпочтением 30+, или профилактин био. Шестой вопрос. Здравствуйте, Лариса. Расскажите про опрыскиватель Зюма. Долго ли он держит заряд и какая у него струя? Можно ли сделать мелкую? Опрыскиватель Зюма это аккумуляторный опрыскиватель, который есть в нескольких видах. Двухлитровый, пятилитровый и десятилитровый. Можно их купить в интернет-магазине 7 семян. Причем для подписчиков канала 10% скидка по промокоду, который вы сейчас видите на экране. Вот благодаря этой скидке можно сделать очень хорошую покупку. Струя у него замечательная, мелкая, мелкопыльная даже. Обрабатывать сад с ним одно сплошное удовольствие. И сразу вам просто советую, если вы покупаете аккумуляторный опрыскиватель, который на 5 и на 10 литров, то вот на 10 литров приобретите дополнительно длинную удочку, которая позволит вам обрабатывать самые высокие деревья в вашем саду. В комплекте идет небольшая удочка. И зарядку он держит достаточно долго. То есть одной зарядки хватает на 6-8 деревьев, высоких, больших, полноценных, взрослых. И уземом сменный аккумулятор. То есть можно вытащить, поставить на зарядку, а дополнительный просто еще приобрести. И тогда вообще без проблем. Вы можете сад не только в количестве 8 деревьев, а огромный сад обрабатывать. Прямо-таки вот такой одной зарядкой сменной поменять и обработать. Седьмой вопрос. Лариса, многие домашние растения стали сворачивать листья трубочкой. Это болезнь? Это не болезнь. Как правило, чаще всего такое явление возникает. Если, например, у вас растение, которое больше любит расти именно не на солнечных лучах. И вдруг случилась весна, и вот у вас сейчас солнечных лучей достаточно много. И у таких растений листья однозначно будут сворачивать трубочку. Это первое. Второе. Если слишком высокие температуры, листья могут сворачивать трубочку. Третье. Если, например, не хватает полива, растение тоже будет сворачивать листья в трубочку, чтобы экономить испарение с листа влаги. И если, например, у вас поселились вредители, то вот эти листики, которые пораженные, они могут тоже сворачивать трубочку, скажем так. Ну, экономить, скажем так, ну, если по-простому, жизненные силы. Поэтому вот такие основные моменты, которые способствуют сворачиванию листвы. Понаблюдайте, проанализируйте и принимайте срочные меры. Восьмой вопрос. Здравствуйте. Чем лучше подкормить растение сразу после посева? Сразу после посева, я так понимаю, что это про рассаду идет речь, сразу после посева мы не кормим никакую рассаду. Единственное, что с вами мы можем дать рассаде, это корнеобразователи. Любой корнеобразователь годится для того, чтобы нам развить хорошую корневую систему. Кормить с вами растение начнем тогда, когда будем их переваливать в новую почву или пикировать. То есть после вот этого момента мы будем с вами кормить через две недели. Если у вас посеянное в одном лотке, то тогда после всхода, это недели через две-через три, мы будем давать первую подкормку. Половинным количеством удобрений, которые заявлены на бутылке. И удобрение берем исключительно для рассады. Девятый вопрос. Скажите, а правда ли, что у гортензии можно поменять цвет? Не у всех гортензий можно поменять цвет. Цвет можно поменять у крупно-листных гортензий и у пильчатых гортензий. Вот они могут менять цвет в зависимости от кислотности почвы. Поэтому чем кислее почва, тем интенсивнее и фиолетовый, скажем, оттенок появляется у этих гортензий. Остальные гортензии, скажем так, не умеют менять цвет. Так, десятый вопрос. Сколько минимум нужно стратифицировать семена? Семена любых растений, которые подвергаются у нас стратификации. Минимальный срок стратификации это две недели. Минимум, друзья. Максимальный срок у каждого растения свой. Но, скажем так, классический вариант стратификации это месяц. В основном вот та часть растений, которая у нас подвергается, желательно просто стратифировать именно месяц. Как правило, стратификация бывает и у нас даже до трех месяцев, иногда даже до четырех месяцев. А иногда бывает комбинированная стратификация, когда растения, когда семена слишком плотные, их подвергает двойной стратификации. То есть держит какой-то период времени в холоде, зато заносит тепло, держит какой-то период времени и снова отправляет на холод. И вот после такой вот двойной стратификации, конечно, количество семян и качество прорастания улучшается во много-много раз. Я постаралась ответить на основные вопросы. Еще раз напоминаю, что для подписчиков интернет-магазина 7 семян существует промо-код. Вы сейчас его видите на экране, который дает 10% скидку. Помните, что сейчас в интернет-магазине все готово к посевному сезону. И семена, рассада, тары, волшебные коврики, которые могут держать температуру. И все многое-многое другое, что поможет вам вырастить прекрасную и здоровую рассаду. Также семена цветущих растений и многолетников, и однолетников. В том числе и наших любимых овощей, томатов, перцев и баклажанов. Так что загляните и хороших вам покупок. И не забывайте про плаванку.